на предложение да я подумал от предложения войне характера профессионального характера еще чего-то слова сказать это не сделать предложение сделать предложение ты сделать действия то есть я могу сделать вот это и показать что-либо потому что просто так как бы я могу вот это ну как бы классно что можешь от чудачество предложение оно должно быть вы же делаете предложение когда вы делаете это вы предлагаете чтобы сделать какое-то действие покажите действие насколько у вас актуально это предложение вот все всем добра ребят но давайте для кого-то долгожданная тема во первых вы пишите обязательно в чат свои вопросы потом почитаю и очень часто задают вопросы и это даже не вопрос алкоголь всему голова да не просто так эта тема она с вами образовалась потому что это не совсем тема это это жизнь это жизнь это образ жизни но я бы наверное сказала более чем 70 процентов нашего населения 80 процентов нашего населения где у нас не обходится без алкоголя практически ничего нас не обходится без алкоголя праздники у нас не обходится без алкоголя какие-то горести у нас не обходится без алкоголя признание у нас не обходится без алкоголя какие-то важные важные моменты в жизни. Слушайте, ребята, у меня что с интернетом? Сегодня вообще беда. Так, давайте я все-таки попробую еще раз продолжить, потому что у меня интернет скачет сегодня. Если еще раз выбить, то мы с вами, наверное, перенесем на какой-то другой день. Не вижу смысла, что когда я путаюсь, когда сбиваюсь и от головы я вам рассказывать это ничего не вижу смысла без прочувствования. Что такое алкоголь в жизни многих? Это изначально, когда изначально, когда показывали человеку, что ты это как закрепление, это как подпись, подпись очередного вашего договора с жизнью. Вы ставите своей рукой, своим здоровьем, своей кровью эту подпись на определенные моменты. Да, мне пишут, если еще раз выбьют, то закончим. Да. Да, если еще раз выбьют, то закончим. Тогда перенесем этот эфир. Может быть, что-то успею вам сказать. Попробую. Это когда вы сделали какой-то ряд действий, которые привели вас к определенному результату. Абсолютно не важно, как вы его интерпретируете. Хорошо либо плохо. Но вы идете через алкоголь, либо отмечать что-то хорошее, либо горевать с какими-то друзьями. Это всегда ваш контракт с самим собой, ваш контракт в вашей жизни. Вы закрепляете самого себя. Не кто-то вам виноват, не кто-то вам это навязал. У вас всегда есть выбор. Да, часто очень этот выбор на определенном этапе мы не умеем делать. Мы не знаем, что это можно было по-другому. Но то, что мы не знаем, что можно было по-другому, это не освобождает абсолютно никак от ответственности, что это можно было делать по-другому. И подписывая в этот договор, вы все глубже и глубже погружаетесь в это состояние, в состояние мнимой мнимого временного контента движения к вашей очередной цели, движения к вашей очередной точке завершения смерти, маленькой смерти. Не маленького начала, а к маленькой смерти. это касается в том числе и женщин и мужчин, ведь очень много семей у нас на сегодняшний день, где как минимум один из них достаточно пьющий. и женщины, да, они знают, они где-то, ну, которые, по крайней мере, смотрят меня, они понимают, что это их их галочка к тому, что она лучше, чем ее вторая половина. Лучше не всегда в плане духовности, а лучше как минимум в том, что она себя не перед ним чувствует лучше, а перед собой. В эти моменты она понимает, что завтра он будет извиняться, завтра он поймет, какая она молодец, сколько она сделала. Это когда жизнь про завтра. Алкоголь это всегда жизнь про завтра, алкоголь это не вчера, и алкоголь это не сегодня, ребята, это всегда про завтра. Это всегда про то, что я сегодня отметил я сегодня подписал очередной договор самим собой со своей жизнью на завтра то есть я сегодня подписал чтобы завтра же а завтра то не наступает и когда завтра не наступает что тебе хочется вновь и вновь сделать еще один договор подписать а потом еще один а потом подумайте может быть вот так вот я сделаю это не когда ты настраиваешь жизнь в здесь и сейчас это когда ты ее пытаешься сделать на завтра подготовиться к завтрашнему дню но тебя никогда не будет в завтра твое тело не перерастет в завтра потому что временной контент существует только в ваших головах нету вчера и нет завтра есть всегда только тотальное сейчас тотальное сегодня что ты делаешь сегодня что ты делаешь сейчас это же относится еще и к тому какая разница ешь ты или пьешь пьешь ты воду или пьешь ты алкоголь на немногие говорят вот я уже не пью столько времени алкоголь а что для твоего организма алкоголь и какая-то другая жидкость только лишь потому что алкоголь на алкоголь в твои внутренние органы действуют вот так вот она другую жидкость вот так а когда ты входишь в определенные состояния когда твое дыхание меняется ты думаешь для тебя имеет значение как чем ты дышишь никотином сигаретами лесным воздухом когда ты чувствуешь каждый перегной каждого грибочка каждого насекомого каждого листочка когда ты точно также дышишь выхлопными газами ты думаешь для твоего тела это большое значение имеешь в определенной стадии развития куришь ты или дышишь что ты вдыхаешь как ты вдыхаешь и это сейчас не про то что нужно пить или не пить дышать или не дышать курить или не курить это опять же про то что если мы копнем глубже мы все время с вами все время хочется на поверхности колебаться да вот пьет потому что вот это вот вот он пьет потому что он уходит в другой мир потому что ему так проще потому что ему там еще что-то что опять выбило крыса поймала лучше по на интернет подключаем не опять похоже выбило а давайте мы сами не на поверхности сейчас поплаваем ведь поверхность вы можете у любого другого посмотреть увидеть давайте уйдем дальше это же все все что я вам сейчас сказала не просто так туда увела вас это все тоже разъединение с вашим телом очень часто мы говорим про чувствование меня очень часто поправляют например в каких-то в комментариях что я там говорю такие-то вещи или такие-то и я понимаю что любой комментарий это относится не ко мне в первую очередь к вам что я в вас расшевелила это просто факт и и точно так же вы можете любой алкоголь делить на то что рядом с вами находятся такие люди которые пьют потому что вам удобно потому что вы самосовершенствуетесь через них потому что вам так удобно манипулировать чем-то все что угодно вы можете сказать но вы в этом будете копаться и ковыряться можете в этом бесконечно вы можете прорабатывать проблемы с самим собой с мужем с женой с пьющими или не спьющими но это все ерунда полная ребят вы так и будете крутиться вот там вот там вот там очень много говорят о чувствовании да но это все происходит только лишь потому что вы разъединяете свое тело самим собой вы не уходите в ощущение тела вы пытаетесь перепрыгнуть этот телесный барьер придя к чувствованию